Мы поздравляем вас с Всемирным днём поэзии. 21 марта отмечался Всемирный день поэзии. В читальном зале Центральной библиотеки дмитровчане получили замечательную возможность поближе познакомиться с творчеством талантливого поэта и публициста Алексея Гушана из подмосковного посёлка Малаховка. Алексей — член Союза писателей России, неоднократный победитель международных конкурсов и фестивалей. В дмитров он приехал с презентацией своего нового сборника под названием «Любую жизнью». В него вошли лучшие стихотворения разных лет. Я бы разделил это на три цикла. Стихи, посвящённые моей малой родине — это «Русский север», «Земля Пресвирья», которая находится на границе Ленинградской области и Республики Карелии между Ладожским и Онежским озером. Второй цикл — это цикл, посвящённый нашей природе, пейзажная лирика. Третья тема, которая описана здесь в книге, — это тема духовно-философских стихотворений. Так как я православный христианин, меня интересует православная жизнь, в том числе и нашего русского народа, традиции, какие-то обряды. И в этой книге представлен цикл стихотворений, посвящённый православным праздникам. Все присутствующие на литературной встрече могли окунуться в светлый мир поэзии. Лирика Алексея Гушана несёт лёгкость, раскрывает красоту окружающего мира. Это гимн всему по-настоящему вживому, всему, что так близко душе русского человека. Как и очень многие, писать Алексей начал ещё в детстве. Как говорил один из моих любимых прозаиков, Константин Паустовский, «Все мы родом из детства». И он говорил, что поэтический дар, который есть у человека, он именно приходит нам как дар из детства. И если уже взрослый человек сохраняет вот этот дар детства и продолжает восхищаться жизнью, как вот моя книга называется, «Любоваться жизнью», он из него получается либо поэт, либо прозаик. Развитию таланта Алексея в школьные годы способствовала преподаватель литературы и русского языка Светлана Карпук. Она организовала литературный клуб, где в неформальной обстановке дети могли приобщиться к поэзии, к великому русскому слову, а также попробовать свои силы в написании стихотворений. И все первые работы юный поэт показывал своему учителю. Стоит отметить, что статья Светланы Карпук о творчестве поэта также вошла в новый сборник. Она пишет, что в стихах автора зачастую звучит тема одиночества, поиска своего пути в жизни. Философское звучание здесь сопряжено с лирическим, и от этого рождается удивительная тональность, которая близка читателю. Новую книгу Алексей посвящает прежде всего тихим праведникам, обычным людям, которые находятся среди нас. Они часто незаметны очень, потому что на поверхности что-то модное, что-то такое популярное. Они не модные, не популярные, но они сохранили в себе вот эту детскую простоту, ту искренность, ту наивность, которая многим кажется такой чудоковарностью, что ли. А именно благодаря вот этим качествам они любуются жизнью. И они в каком-то простом, на наш взгляд, событии видят вот эти радости жизни, которые их вдохновляют. И вот хотелось об этих людях написать в данной книге. В ближайшее время поэт также выступит и в других городах России.